Кто тебя учил? Оля, покажи мне. И я разорву его, как тузик грел. Всем привет, меня зовут Оль Шарко. А сегодня мы разберемся с довольно-таки сложным случаем. Включен или включен? Включит или включит? Как же правильно? В середине 18 века началась довольно-таки интересная тенденция в русском языке, которая продолжается по сей день. Это касается глаголов, наить, ударения в личных формах. Эти глаголы перемещаются в начало слов. То есть имеют тенденцию перемещаться в начало. Некоторые глаголы уже прошли этот период, а некоторые еще в процессе. Например, раньше было варишь, сейчас варишь. Раньше было даришь, теперь даришь. Раньше было грузишь, теперь грузишь. А некоторые слова только начали движение в эту сторону. То же самое, кстати, происходит с глаголом звонить, которому постоянно приковано общественное внимание. Действительно идет тенденция к тому, чтобы ударение перешло в начало слова. То есть правильно, когда-нибудь будет говорить, звонишь. Сейчас-то, конечно, категорически неправильно, но пройдут годы, и это норма, это будет нормой. И дело здесь не в массовой безграмотности, как многие скажут, а в законах развития языка. Глагол включить проходит тот же путь. Сейчас литературная норма «ключит» и «включен», то есть ударением на последний слог. Однако нельзя не упомянуть большой орфеопический словарь русского языка, который вышел в 2012 году, и там уже вариант «включен» с ударением на первый слог уже указывался как допустимый. Ну, правда, пока это единственный словарь, который, скажем так, разрешает нам так говорить, поэтому я думаю, что не стоит пока увлекаться этим. Ну, а дальше поживем-увидим, посмотрим, будем наблюдать за развитием нашего языка. Ну, а мы с вами увидимся в следующем выпуске. До новых встреч! Пока!